Возвращение спидвея после долгого затишья на новосибирском мотодробе вновь можно услышать трех моторов. На выходных там прошел второй финал командного чемпионата России. В соревнованиях приняли участие спортсмены Новосибирской и Омской областей, а также гонщики из Пермского края. Арина Ларина об итогах соревнований. Рев покрышек, запах моторного масла и полное отсутствие болельщиков на стадионе. Именно так в условиях пандемии проходили соревнования по спидвею. Уровень подготовки достаточно хороший. Дорожка подготовлена, мне кажется, отлично по сравнению с прошлым годом. В прошлом году была лысая дорога очень. В этом хоть как-то цепляет. Но погодные условия немного подводят. Сейчас вот выйду, посмотрю, скажу точно. Но на тренировке мне понравилась дорога. Можно было работать, что по нутрям, что по серединке. Одно только по наружу. Нечего там делать, так скажем. Среди участников спортсмены разного уровня. От перворазрядников до мастеров спорта международного класса. На трек вышли давно знакомые новосибирским фанатам спидвея гонщики Сергей Караченцев, Руслан Гатиятов и Максим Корчемаха вместе со своими подопечными. Тренировки у спортсменов стартовали всего за пару недель до заездов. А многие мотогонщики вышли на трек только за несколько дней до начала соревнований. Участники все подготовлены, я бы сказал, на высшем уровне. Все подошли очень серьезно. Несмотря на пандемию, ребята готовились, старались. И выступление это прямо само видно, на каком уровне. И, грубо говоря, каждый заезд – это маленький шедевр. По итогам чемпионата первое и второе места получили команды из Новосибирска. А награду за третье увезли в Пермский край. В целом гонка прошла хорошо. Допустили пару. У нас был один технический сход у Руслана Гатиятова. И я один раз допустил ошибку. Никогда в жизни не читал круги. А тут мне показалось, что дали финиш. Из-за этого закрыл газ. Но потом смотрю, что все парни продолжают ехать. И пришлось наверстывать то, что принял финиш. Но в целом все у нас нормально. Но вот, к сожалению, или к счастью, не знаю, так получилось, что был сход и одна ошибка. И в результате этого мы попали в перезаезд. Сезон мотогонок еще не завершен. Спортсмены планируют выступить на соревнованиях по мотокроссу. А в новом году организаторы хотят провести Кубок России по мотогонкам на льду. У локомотива теперь есть живой талисман. Клуб взял под опеку лосей из зоопарка. Фальболисты будут помогать содержать животных. Подробнее о новых подопечных команды в нашем сюжете. Это Прохор, любимец публики. В зоопарк он попал шесть лет назад. Еще у лосенка. Сейчас у самого Прохора многочисленное потомство. Двух детенышей в начале лета сотрудники зоопарка выпустили на волю. Сузунский заказник. А еще двое живут вместе с родителями. Теперь у лосей появились опекуны. Шефство над ним взял волейбольный клуб «Локомотив». Выбор символичен. Лось – талисман клуба. Здорово, да. Клуб такое правильное решение принял, чтобы помогать животным. Содержать лося, помогать зоопарку – это очень здорово. Так что постараемся почаще сюда приходить, всей семьей, и тоже посматривать, как тут живет. Программа опекунства существует в Новосибирском зоопарке уже больше 20 лет. Любой желающий может финансово помочь в содержании животных. Рацион лосей незамысловатый. Однако требуется много сил и времени в процессе заготовки. В основном у них, конечно, растительная пища, это трава, ветки, сено зимой и также веники. То есть основная часть – это то, что наши сотрудники летом заготавливают осиновые веники, сушат их, и потом всю зиму кормят животных. Кроме живого талисмана, этим летом у «Локомотива» появился и новый маскот. Улыбчивый мультяшный волосяши сменил локос с куда более свирепым видом. Мы приходим побеждать, и такой лось, я думаю, заряжает на победу. Он злой, подкачался, был на сборах в период пандемии и сделал с собой невообразимые вещи. Теперь он более мужественный и брутальный. Смена маскота – одна из частей ребрендинга клуба. «Локомотив» летом обновил эмблему, форму и теперь представил талисман. Дебют «Локоса» состоится 16 сентября, когда в Новосибирске стартует второй тур предварительного этапа Кубка России. На сегодня все. Напоминаю, выпуски «Спортобзора» доступны в социальных сетях. Подписывайтесь на группу программы ВКонтакте, а также на аккаунт в Инстаграм. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин